Эта программа говорит губерния. Мы снова возвращаемся к теме паводка. И помимо страданий людей, огромного материального ущерба, есть такой нюанс. Как и в прошлый раз, опять в затопленных населенных пунктах остается множество животных. Вот очень свежее видео, которое сняла жительница поселка Уссурийского, затопленном уже острове Уссурийска, Светлана Бурова. Вот типичная картина. Остался незатопленный участок суши, там живет кот. Что он вместе с тобой делает? Ну, скорее всего, домашний. Скорее всего, хозяева уехали, бросили его там. Или он убежал, может быть. Да-да. Я даже не знаю, что делать. Ну, МЧС-овцы там шесть котов спасли, об этом всем рассказали. Но вот Александр Леонкин, энтузиаст, который занимается в том числе помощью, людям рассказывает, что МЧС-овцы отказались специально выезжать на Уссурийский остров. Ну, конечно, это такие траты. Поэтому их можно понять. Сотрудников МЧС можно понять. Ну, да. И у нас задача спасать людей все-таки. Это, может быть, когда не такая большая загруженность, они, может быть, там кошек с веток снимают деревьев, а у них несколько другая задача. Как бы это печально ни звучало. Но у этой проблемы есть еще, мне кажется, и такой нюанс, не только взывающий к совести о том, что это может обернуться серьезными проблемами для людей, для жителей Хабаровска. У нас в гостях сегодня Андрей Данилов, начальник отдела Хабаровской ветеринарной станции. Здравствуйте. Здравствуйте. А вообще, особенно по опыту 2013 года, брошенные во время наводнения животные, они могут спровоцировать какие-то проблемы, я не знаю, разносчики инфекции там, возможно, дичают. В 2013 году проблем таких не было. Вот котенка вы сейчас вам показали. Это очень единичные случаи. В 2013 году никто к нам не обращался. Ну, потому что я помню, собственно, можно посмотреть это видео. Тогда очень хорошо сработали зоозащитники, организовали вот эти рейты совместно с МЧС, вывозили. Но пока вот по последним данным там вот осталось значительное число собак и кошек на Большом Уссурийске, которые вот сбились там в стаю, и пока неизвестно, кто их будет спасать. Вообще, если не вывезти этих животных, они какую-нибудь угрозу представляют? Потом же люди туда вернутся, они за это время не венчают. Когда люди вернутся, конечно, животные прибьются в те дворы, где они и проживали, правильно? Но угрозу, конечно, они будут составлять в том случае, если вот при подтоплении, которое мы, да, вот смотрите, которое сейчас происходит, при подтоплении происходит очень большая миграция крыс, которые являются переносчиками вируса бешенства. И когда хозяева возвращаются в свои подсобные хозяйства, в свои домовладения, обязательно нужно осмотреть животное и обратиться к ветеринарному специалисту для клинического осмотра животного. А это даже? И проведение профилактических мероприятий, это вакцинации против бешенства, чумы, энтерита, гепатита, аденовирусная инфекция или таспироза. Ну, я правильно понимаю, что вот миграция крыс и так далее, это даже свойственно для, например, там, деревенских, деревенской местности, да, или там дачных, дачной местности? Потому что в городе понятно, там крысам есть где поживиться. Существует ли проблема вот как раз-таки с грызунами именно вот на этой территории, там как Большой Уссурийский остров, например? Ну, я думаю, что там проблема существует с крысами. Нужно обязательно проводить дератизацию в своих домовладениях, это травля крыс. Вся эта информация протекает у нас в памятках, которые мы разработали для граждан, которые попали в такую ситуацию при паводке. Ну, вообще, лучше все-таки, ну, мне кажется, по всем общечеловеческим законам своих питомцев надо с собой забрать, когда эвакуируешься. Ну, конечно, естественно, нужно забирать. Хотя, с другой стороны, мы вчера, помнишь, обсуждали это с Викой Цыгановой, на гостях была так сказала, что вот нельзя так людям, спасающимся от наводнения. Ну, действительно, люди могли забирать вот буквально все, что под руку попадется, а может быть, тоже животное спрятывать, и не было просто времени его искать. Ситуации бывают разные, я думаю, мы сейчас не должны всех там ругать. Вообще, животные обычно, когда вот идет большая вода, какое-то стихийное бедствие, там, те же собаки, кошки, они прячутся, убегают зачастую? То есть, ну, просто... В основном прячутся кошки. Собаки не имеют такой привычки прятаться. Они наоборот втачат. Да, они наоборот прибиваются к хозяину, и далеко от него не отходят, когда чувствуют опасность. Вы знаете, у меня вообще всегда возникает вопрос, а точно ли эти животные были в прихозяевах? Может быть, они просто там живут уже, потому что это лето, уезжают все на дачи, разводят животных. Все может быть, и может быть, просто нету хозяев. Ну, где-то дикие кошки там. Это как раз характеризует отношение к животным у нас в стране. То есть, у нас огромное количество животных, как вот с одной стороны они чьи-то, с другой стороны не чьи-то, да? Да, они просто жители дачного сообщества какого-нибудь. Вполне может быть и такое. Ну, бывает, да, просто их знают, там, подкармливают местные жители, да, но вроде бы как кот приходит и уходит, и все, не более того. Кстати, я забыл сказать, наш телефон 456645. Если вам есть что высказать по этому поводу, возможно, кто-то из вас стал свидетелем, как бросили животных, или вы сами, может, оставили. Но я понимаю, возможно, срочно эвакуировали, и не было возможностей. Да, ситуации бывают разные. А что касается диких животных, вот последствия паводка, как на них отражаются обычно? Ну, последствия паводка отражаются на диких животных. Я бы вам хотел сказать, что дикие животные, они предчувствуют это. Они уходят, да, обычно? Да, естественно, они стараются уйти, чтобы не попасть в сложную ситуацию. А домашнее животное не может вместе? Ну, вот собака... Прибиться к стаеволков. Да, да, да. Собака, конечно, не может, не прибьется к стаеволков. То есть ее не примут, да, просто? Нет, конечно, нет. Ну, уж простите, мы дилетанты в этом деле. Не примут, не примут. Поэтому, мало ли. А вот, ну, может быть, вопрос не очень уместный, но все равно явно переживают люди, которые, может быть, оставили, там, не нашли кошку или собаку свою во время эвакуации. Вот при таких условиях обычно, да, без еды, еды там явно найти, там, тому же коту будет проблематично. Сколько может прожить животное? Ну, коту не проблематично будет найти, конечно, а вот собаке будет проблематично найти питание. Я думал, наоборот. Нет, коту не проблематично. Миграция крыс, мышей, кошка может спокойно питаться. Ну, не все же домашние кошки занимаются? Ну, я думаю, что на Уссурийском острове не все домашние кошки. Ну, да. Да, если они там проживают, значит, они и умеют и охотиться. Ну, сельские кошки, там вот нет, мне кажется, вообще такого деления, домашние, домашние. Там домашние кошки, естественно, гуляют, охотятся на крыс. Ну, да, но при этом при всем, даже, думаю, голод-то заставит вспомнить навыки, которые геннализованы. Конечно. Я все-таки помню, что после 2013 года, хоть вы и говорите, что особых проблем не было, я помню, были проблемы. После окончания наводнения в разных частях города Хабарска обнаруживали ста избившихся собак, скорее всего, как раз подтопленцев, которые, ну, вели себя агрессивно. Это и так у нас в городе периодически получается, но после паводка они озверели, видимо, оголодали. Ну, я бы сказал, но я не думаю, что эти животные были с острова Уссурийского. Не, ну, не только, у нас была красная речка. На территории города Хабаровска. Была красная речка Богачёва затоплена. То есть вот эти вот собаки, насколько быстро они вот так вот сбиваются в стаи, если вот, ну, их оставили? Ну, я не могу сказать, что там прям быстро, там, день, два, три, месяц. Ну, нет такой информации, за сколько они сбиваются. Ну, вообще, они, ну, может быть, в течение недели, да, могут сбиваться в стаи. То есть это достаточно короткий сок? Да, это достаточно быстро, да, они сбиваются. В основном, вот, в этих стаях у них вожаком происходит, является эта сука. Угу. Да. Даже так. Да, женская волчиться. Ну, то есть волчица, да. Да. В принципе, генетически собаки. Ну, такая же генетически, правильно. Ну, вспомните, нам же недавно рассказывали, что если изъять особь женского пола, стерилизовать ее и вернуть, то стая может, на самом деле, в это время и распасться. Все правильно говорят. Все-таки давайте, вы сказали, что составили специальную памятку, да, для тех, кто попал в... Да, конечно, памятка, данная памятка выдается в те районы, которые подвержены подтоплению у нас на территории города Хабаровска. На территории города Хабаровска у нас подтоплено шесть, насколько мне память не изменяет, шесть личных подсобных хозяйств. Ну, из трех, да, из трех личных подсобных хозяйств животные уже владельцами эвакуированы. Три, три у нас личных подсобных хозяйства, они находятся в режиме ожидания. Ну, вода уже приближается. Ну, это что? С ними ведется ежедневный контакт. Ну, кстати, если человек вот эвакуируется, и действительно реально ему некуда забрать, ну, некуда там собаку, кошку. Он куда может обратиться? Возможно, на время он может какой-то приют сдать? Собаку, кошкам можно сдать приют. У нас в городе Хабаровске есть приюты, можно зайти на сайт и посмотреть. Есть приюты. А именно по сельскохозяйственным животным, сельскохозяйственные животные, нужно обратиться в администрацию сельских поселений, либо округа города Хабаровска. Там администрациями определены точки временного содержания сельскохозяйственных животных, где они будут содержаться, кормиться и тому подобное. Все-таки, что в памятке у вас написано? О чем там идет речь? В памятке очень много написано. Ну, в двух словах. Ну, допустим... А ее где можно найти? Памятку? Памятку можно найти на сайте управления ветеринарией правительства Хабаровского края. Она находится там, да, можно спокойненько распечатать, ну, или просто так почитать. Ну, кстати, мы вот все собаки, кошки, и я подумал, действительно, в нормальном деревецком подворье, ну, там корова, коза, и ее ты уж точно вот сам никуда не увезешь. Квартиру не возьмешь, да. Да, да, и я помню во время прошлого наводнения, правда, не под Хабаровском, в других затопленных местах были случаи, когда оставались коровы и козы, но они-то уж точно не выживут, если останутся. Ну, если, конечно, если животное останется, оно точно не выживет, да, если без человека, сельскохозяйственное, тем более. Ну, да, ну и... А корова доплывет до берега? Ну, я думаю, ну, наверное, нет. Даже если очень захочется жить. Даже если очень захочется. А вот, кстати, были ситуации такие, что собаки могли переплыть тот же Амур и, ну, я не знаю, по запаху найти дом хозяина. Я просто, правда, я не знаю, как они ориентируются в пространство, потому что, простите, вопрос может быть дилетантский, но, действительно, мы ведь знаем истории, когда кошки за тысячи километров как-то возвращались, там, собаки. Вот тут, может быть, очень захочется хозяин, или очень жить захочется, и просто они начнут пересекать. Амур, те же кабаны пересекают или медведи? Ну, я думаю, что собака не переплывет такое большое количество воды. Все-таки, да. Да, очень далековато. Они обычно так же вот забираются на крышу, или они не знают, что делать? Собаки начинают паниковать, когда она наступает. Собака забирается на крышу, конечно, наступает паника, собака забирается на крышу, сидит на крыше, ожидает своего хозяина, охраняет свою... Свою территорию? Собака, лично на территории, конечно. А на вашей памяти не было случаев, когда вот оставшихся на время наводнения собак приходилось потом отстреливать? Я не знаю, они одичали, кидались на людей. Ну, такого не было, конечно. Нет, не могу сказать, что такое было. Достаточно вакцинации? Отстрелом же никто не занимается. Это запрещено законом. Так что отстрелом не занимаются. Какие признаки у животного могут насторожить, что оно больно после того, как вода сошла и хозяин вернулся? Да, вернулся я там, кидаюсь. Да, вернулся. Вроде бы родной бобик там, я не знаю. Ну, а тем не менее, ну, то есть, как определить? Ну, кстати, ни в коем случае не подпускать, видимо, его к себе? Заразу может нести? Естественно. Если вы вернулись в свое личное подсобное хозяйство, и ваше животное находится непосредственно там, сразу к нему подходить нежелательно, потому что может передать различные виды заболевания, которыми болеет животное и человек. А в первую очередь... А в этом отношении собака или кошка? Кто вот больше заразу может подцепить? И то, и то животное. А какие заболевания в основном? Это гепатиты или что? Ну, для человека опасно в этом будет бешенство и гепатит. Ну, вот что значит сразу не подходить? Ну, то есть, мы будем неделю около нее ходить, две. Как понять, что собака тогда здоровая, и с ней можно контактировать? Ну, или кошка? Ну, в первую очередь нужно изловить свое животное и обратиться к ветеринарному специалисту. Для клинического осмотра. Ну, тут придется подойти все-таки. Когда будем ловить, оно и покусать может. Придется, конечно, подойти, одеть ошейник и привезти в ветеринарную клинику, чтобы смотрел специалист уже. Нет, все-таки, ну, по-любому лучше вывезти, да? Ну, конечно. Ну, у самого потом будет меньше проблем. И совесть мучить не будет. Сердце меньше будет болеть. Ну, да. Но при этом, при всем, какие вот признаки говорят о болезни собаки там или кошки? Ну, то есть, понятное дело, это бешенство, там, пена изо рта, да, вот, из пасти, а вот вообще, в принципе. Ну, вялое состояние может быть, грустные глаза. Это означает, что повышенная температура, значит, животным что-то уже не то. Мочеиспускание, там, стул будет нарушен. Ну, очень много признаков, которые... Ну, то есть, может, в общем, собаки, кошки, но там остаются еще же, наверное, всякие мелкие, не знаю... Ну, кролики, например. Кролики, кстати. Нет, кстати, действительно, в статистике Амурской области, в статистике при Амуре там говорилось о том, что среди вот погибших там не только собаки, кошки, да банально, но и козы, коровы, и в том числе кролики. А помните, была спасательная операция рядом с нами в ЕАУ, да? Там стадо коров застряло на... Да, я помню, когда зайца спасли в 2013 году, даже было такое дело. Но зайца-то дикое животное, а вот... Ну, понятно, развеселились. На самом деле, серьезная очень проблема. Не оставляйте животных. Да, но как вы считаете, вот когда волонтеры на лодках обходят вот эти территории, начинают подкармливать этих животных, они себя не подвергают ли опасности? Желательно лучше их спасать, но не прикасаться к ним. Вот, я слышал, да? Да, это обязательно нужно садить в клетку. У нас в гостях был Андрей Данилов, начальник отдела Хабаровской ветеринарной станции. Мы говорили о животных во время наводнения и пришли к выводу, что это проблема.